Здравствуй, Алексей. Татьяна, привет. Надеюсь, раз у нас громкость будет нормальная. Попробуем. Мы перешли ВКонтакте, уже вы видите, что картинка изменилась. Мы записываемся уже ВКонтакте. И вообще мы будем туда перебираться. А сейчас объясню еще почему. Я эти платформы, конечно, смотрела. Ну и я несколько слов скажу по поводу того, что я думаю обо всем, что происходит. Информационная безопасность, да, вот об этом. Вот это самое главное. То есть сохранить мозг хотя бы русских людей в нормальном состоянии, не грохать его. Яндекс.Дзен, вот казалось бы, да. Самое, что ни на есть, позиционирующая себя как бы российская платформа. Все там туда, все всклогеры туда рванули, вроде как, знаешь, все хорошо. И вот смотри, идет напитка этого Яндекс.Дзена. Сейчас люди туда перебегают из Инстаграмов, из Фейсбуков. Потому что там есть не только видео, как Ютуб, да. А там есть еще и текстовые блоги, там, ну, всякое, вот такое, знаешь. Довольно-таки интересная площадка. И вот что мне сегодня, я уже у себя в Селеграме запостила. Знаешь, я вот открываю ленту. И мне там в рекомендациях этот, даже фамилию его не хочу называть, какой, в общем, один из навальнят. Мне раз вот оппозиционный блогер, он вылетает. Хотя я знаю, что в России там его организация вот эта вот вся навальнятская признана, да, экстремистской, да, все, все, все. А он тут, пожалуйста, он ни один из других, там, ни Соловьев мне, да, ни в рекомендации не вылез, никто другой. Мне вылез рекомендации Яшинку, вспомнила. Я даже просто... То есть мне даже Ютуб его в рекомендациях никогда не давал. Понимаешь, и не может быть, что там рекомендуют то, что я смотрю. Я не смотрю оппозиционных блогеров, тем более в Дзене. Да, я только начала, как бы, там, деятельности. Кто у меня первый в подписках, у меня колхоз дело добровольное, да, там, ну, то есть наши все. Вот, и тут мне вот такое, знаешь, выдается. Я думаю, эй, ребята, так нельзя, это делать нельзя. В общем, сейчас у меня ощущение... Вот я, в моем мнении, да, в Кремле я же там башни всякие, да, были. Вот, как будешь сказать, это самое... Вот, кстати, самое первое наше видео я прям рекомендую с Алексеем пересмотреть. Потому что он очень подробно и хорошо рассказывал, почему там эти башни остаются, почему нужны эти люди, почему нужны эти люди, как это все, ну, рушить нельзя было, да, потихоньку там, как говорится, не ломать, то, что работает, да, ну, вот такой план. И вот у меня полное ощущение, что сейчас вот именно эта башня Кремля, она, как бы, не то, чтобы ее уничтожают, да, но она ставит серьезные палки в колеса. Вот, как бы, есть партия мира, есть партия войны, да, вот та, которая партия мира. А давайте, КАЦ предлагает сдаться, знаешь, вот это вот, КАЦ предлагает. А давайте не шуметь, а давайте легонечко, а давайте по краешку, давайте пройдем, а давайте тут уступим, а давайте... Ну, все, получилась ситуация, что уступать уже нельзя. Все, вы зарубились конкретно. И вот эта башня Кремля, такое ощущение, что сейчас сильно вставляет палки в колеса. И как оказалось, вся повестка медийная у нее, у этой башни. Ну, смотри, телевизоры все у нее, как эта девочка вылезла там с плакатом, еще что-то. То есть уже понятно, у кого были, да, то есть медийщики. Вот, и сейчас этого Яшина мне впихнули в этом Яндекс.Зене. Потом эта директриса Яндекса убежала в Израиль. Ну, видимо, у меня полное ощущение, что это не она убежала, а это ее убежали. Сказали, слышишь, ты неправильно себя ведешь. Она сказала, я вся обиделась на вас, я первая ушла. Да, да, типа я ушла, хлопнула дверью, да. И вот это, конечно, колеса вот этой бюрократической машины, они и так не смазаны и тяжело двигаются. А плюс еще, если им туда постоянно пихать палки в колеса, то какие бы ни были эти тяжелые колеса, они все равно тормозятся. И вот сейчас именно вот это происходит. Это первое. Второе, что я поняла. Вестка военная, да, ну, то, что происходит в Украине. Значит, очень долго я думала, почему уходят, почему заходят. Ну, я не военная, да, я не понимаю. Ну, мое логическое мышление сказала мне так, что для того, чтобы не было обстрела в территории России, зашли со всех сторон. Ну, то есть как бы отодвинули что-то, ну, вот, чтобы не могли подойти к границе, да, и там, ну, на какой-то определенной, это самое, да, то есть территория. Вот так мне показалось. Вот сейчас, когда уже загасили те точки, которые могут нанести, вот даже вот этот белгородский, да, недавний случай, все равно прорываются, да. Представляешь, если бы зашли только с Донецкой области, вот зашли бы, если бы только освобождать Донецк, и все остальные границы оставили бы это самое, то летело бы в Россию немерено. Ну, то есть уже вот так. Ну, да, да, да. Это вот это вот, то есть это понятно было, почему они сейчас там перегруппироваются, еще что-то делают, это пусть, как говорится, военные эксперты разбираются, я туда вообще не лезу. Единственное, что я четко вот для меня, вот, знаешь, какое-то осознание произошло, что началась, вот сейчас только началась настоящая война. Ну, вот будет, вот прям, знаешь, вот будет, потому что все санкции, все поводили, все-все-все, все раскрылись, все, что могли, да, ввели, дальше остается только, ну, война с НАТО, ну, ядерная война. То есть все, это понятно. Это сказал, я буду стрелять, эти, значит, как бы сэкономили, сказали, мы не будем стрелять. И вот руками Украины ведется именно вот такая вот, то есть то, что я говорила о создать Афганистан, да, вот да, они его создали. И это явно видно. Как это с этим будет, как бы, решать Россия? Ну, это посмотрим. Конечно, простое, обычное население Украины, да, вот обычные люди, это, ну, блин, это разменная монета, поэтому, как бы, я просто рекомендую, кто может свалить, сваливайте, потому что я не думаю, что это где-то остановится, это, скорее всего, дойдет до конца, до границы с НАТО. Вот мое мнение, да, потому что единственное, откуда не будет прилетать в сторону России, это НАТО. Оттуда не полетит. А вот если остается кусочек вот этой Украины, которая называется Украиной, и которая не в НАТО, оттуда будет лететь. В любые территории, в любое, то есть туда нагрузят, подгрузят еще чего-нибудь, каких-нибудь дальних ракет, если они сделают там какое-то оружие получше, то все равно, то есть из этого кусочка Украины, которая останется, всегда будет что-то лететь, да. И вот поэтому у меня полное ощущение, что это пришло такое знание уже и к дяде Вове нашему, как мы его любим называть. И будет вот, будет все-таки вся Украина забираться каким-то образом, как-то это все будет. Уже никто никуда не спешит, уже все, все ввели, все, да, и уже под Хэньку, под Хэньку будет эта война двигаться, двигаться, двигаться до границ с НАТО. Это вот мое мнение. Теперь тебе слово. Слушай, ну, первое. Я вообще-то думаю, что, ну, как всегда, я считаю, что все идет по плану. Почему? Потому что планов бывает много, они бывают на все случаи, всегда у тебя есть планы А, Б, С, есть минимальные, есть при таком развитии, ну, это даже в бизнесе, всегда хотя бы три плана должен иметь, ввиду, как у тебя будут развиваться события. У этих ребят в Москве, у них там серьезные институты, серьезные аналитические структуры сидят, плюс сам генеральный штаб, ну, как бы ребята такие, не пальцем деланы. Там есть, я вот убежден, что все все знали, все достаточно прозрачно было для многих. Единственное, что, ну, то есть прозрачно имеется в виду по отношению украинцев к наступающим войскам. Потому что социология же, она ведется не только опросом местных жителей, хотя в уставе этого разведзвода написано, да, первым пунктом идет, получение информации. Методом опроса местных жителей. Но кроме этого еще есть техническая разведка, аналитические службы, анализ социальных сетей и так далее, и так далее. То есть я, честно говоря, не думаю, что у кого-то были иллюзии по отношению к тому, какая будет, как бы, какая напряженная будет военная обстановка. Назвать ее войной сейчас тоже нельзя, почему? Ну, то Украина войну-то не обвила, формально войны нет. И тотальной войны нет. Тотальная война – это то, что делали американцы. То есть долбанули, все разрушили, спросили, есть кто живой, там кто-то пикнул, еще раз разрушил, и пошли. Такого же нет. Поэтому все-таки это больше похоже на военную операцию, исходя из того, какие средства мы применяем. А то, что все-таки наши знали реальную обстановку, вот у меня с каждым разом возникает все более и более такое взвешенное чувство, что да, реально все правильно оценивали. Единственное, что понимали, что все равно любая информация, она вероятностная. То есть ты всегда понимаешь, что она не может быть стопроцентной правдой. Она всегда где-то в каких-то границах плавает. Поэтому ты, ну, при начале вот этой операции дали возможность украинцам как бы принять правильную сторону. То есть не стали сразу мочить в хлам, дали всем возможность себя проявить. Вот в определенном смысле сейчас идет сепарация украинского этноса. Одни остаются на одной стороне, другие на другой. Потому что в принципе все равно Украина это было лоскутное одеяло. Потому что для того, знаешь, для кого-то Бандера это свет в окошке, а для кого-то он подонок предатель и убийца. И причем еще и садист, причем еще и такой, знаешь, малоуважаемый. Понимаешь, и вот эти вот два, две половины, ну, даже не две половины, там их больше, вот эти вот два абсолютно разных как бы культурных слоя, они не могут пересекаться. Если один начинает доминировать, как вот сейчас получилось на Украине, то второй будет уже, соответственно, в подчиненном состоянии. И его будут гнобить, его будут унижать, у него будет расти вот эта агрессия, депрессия, все, что с этим связано, и впоследствии все равно эта пружина долбанет в обратную сторону. Вот сейчас война дает возможность, ну, вот мое ощущение, что на таком метафизическом уровне наши тоже разбирают эту ситуацию. И они сейчас дают возможность всем принять свою сторону в этой, как бы, вот, операции. И здесь уже каждый сам выбирает. И я вот не могу с тобой согласиться, что пойдут вот до конца. Я до конца, может быть, дойдут до конца границы, там, я не знаю, на границе с Венгрией, с Польшей. Но здесь есть еще вероятность такая, что вот сейчас наиболее, как бы, интересная территория, ну, скажем, для нас хотя бы интересная, это все равно юго-восток, восток и юг Украины. То есть это бывшая Новороссия, Малороссия. Там основные промышленные, как бы, мощности, там основные сырьевые мощности. Все, что севернее, туда, к Киеву, там, и к западу, это все, в общем-то, если посмотреть по их экономическим раскладам, там и сельское хозяйство не сильно уникальное, и промышленности, как таковой уже сейчас и не будет, наверное, и ресурсов там, в принципе, никаких. То есть дальше возникает следующий вопрос. Если вот сейчас начнется поляризация, да, украинского этноса и общества, а это же поляризация идет по культурным, по каким-то кодам и так далее, и так далее, то есть ли смысл брать ту сторону, если все равно ее потом придется вкладывать в нее деньги и переформатировать. Плюс ко всему прочему, сейчас надо посмотреть, просто подняться на ситуацию. Сейчас же другая, еще есть такая глобальная проблема планетарного масштаба. Начался кризис, все уже об этом говорят. Сейчас уже и Трамп сказал, что началась стагляция в Америке. То есть это инфляция и стагнация одновременно. То есть, понимаешь, это серьезный кризис, на который ресурсов на всех не хватит. Сейчас почему, в принципе, и с Европы это войдет. Потому что ее Европу тоже снимают с дотацией. Для Америки Европа это дополнительный как бы едок в их команде. Европу сейчас снимают с дотацией. Поэтому и нам тоже сейчас кого-то еще лишнего брать, это можно просто перенапрячься. И все равно, даже если посмотреть по Крыму, в Крыму всего-то было 2 миллиона. И то, насколько нам это все тяжело удалось, и до сих пор мы там все еще не сделали, то, что как бы украинцы прокукали за последние 30 лет, разрушили и не вкладывали денег. Мы до сих пор еще не можем привести к состоянию, как средняя Россия. А если брать вот эти 30 миллионов, ну это цель, конечно, для Европы, для Америки на нас повесить эти 30 миллионов. Возьмем ли мы это? Я сомневаюсь. И вот сейчас, когда... Я не это имела в виду. Я не имела в виду, что брать. Я имела в виду контролировать. А, ну контроль или ты тоже, понимаешь? Здесь, если исходить из парадигмы предыдущих ситуаций, то, наверное, да, есть смысл сделать какие-то там, не знаю, какие-то базы, как вот американцы сделали в том, та же самая ситуация в Ираке. Да, были мощные базы, зеленая зона, где там они на что-то там влияли, кого-то ездили, бомбили, как-то влияли на политику и так далее, и так далее. Но это все имеет смысл в том случае, если все останется на своем уровне, как это было, предположим, в 90-х нулевых годах. Но сейчас же рушится все. Сейчас, может быть, Европа уже будет в таком хламе, что от нее уже будет вообще ничего не зависеть. И поэтому смысл контролировать, это имеет смысл контролировать эту территорию, если на нее кто-то может зайти и сделать тебе плохо. Но если зайти на нее никто не сможет, вот как Буркина-Фасо. Ну, есть она Буркина-Фасо, ну, показывает она на фиге, ну, ненавидит она русских, а вот бросается какашками там через забор. Ну, и хрен бы с ним, мы даже не знаем, чем они там понимают. Я к чему? К тому, что если нет риска на то, что на эту территорию зайдет кто-то, кто начнет ее переформатировать в каком-то агрессивном плане против нас, да ладно, хрен бы с ним он переформатировал и флагмал во все места. Но если он начнет ее накачивать оружием, там еще что-то, ну, накачивание оружием, накачивая ресурсы, даже боевыми, это все серьезные деньги. А денег ни у кого нет. И за забором у вас такая же нищета, как и с этой стороны забора. Понимаешь? Поэтому Украина может оказаться просто, ну, как бы сейчас ее разрушат, ну, понятно, вырвут, знаешь, как вот есть там собака какая-нибудь бешеная, ну, конечно, не очень корректное сравнение, но, предположим, бешеная собака, которая на тебя все время натравлена, натравлена, гавкала, гавкала, ее там окормили, она такая здоровенная. Потом тебе это достало, ты понял, что уже дыра в заборе готова, а может в любой момент там сзади подкрас и отгрызть тебе ногу. Пришел ей молотком, выбил все зубы, сломал ей ноги, грубо, да, минимизировал эти все потери, она там бегает, пищит, там что-то, да, она тебя не любит, да, она там, когда тебя видит задними ногами, на тебя пытает там какую-то гадость там в твою сторону напихать. Ну и что? То есть угроза имеет значение только в том смысле, если она может во что-то вылиться. Если на Украине к этому моменту уже будет, ну, в таком состоянии, что никакой угрозы она представлять не будет, кроме морально-этических там каких-то этих выпендрежных дел, все, да и насрать. У нас, я не знаю, может кто-то нас в Африке не любит, я даже не знаю об этом. Может кто-то в Латинской Америке не любит, тоже об этом не знаю. Может они сильно нас не любят, но в Латинской Америке это все-таки через заборы, это всегда может, знаешь, новую собаку привезти могут. Для того, чтобы привезти новую собаку и откормить его до этого состояния, надо вложить деньги. Если ни у кого в округе денег нет, то Господь с ней путь бегает. Смотри, ну вот мы с тобой разбирали, что в принципе все страны, которые сейчас находятся в Европе, все соседи, которые находятся между собой, у всех есть конфликтная ситуация. Поляков никто не любит. Немцев аналогично. Англичан вообще все терпеть не могут. Даже внутри страны конфликтная ситуация. Внутри страны только подожги спичку. Север с югом тут же начнут целоваться в деснах. Да, да, да. Я к чему? К тому, что все соседи всегда имеют какие-то неразрешимые проблемы, которые тянутся, хрен знают, даже может быть не проблема, а воспоминания тех проблемок, которые были когда-то. Ну и все. Очень любят страны, итальянцы обожают, так же, как и немцы. Просто. Поэтому это все как бы такая нормальная ситуация. Да, сколько войн было в Европе, сколько они ходили туда-сюда и топтали и бабы, и огороды, и что они там только не делали. Ну и что, и живут нормально. Ну да, не любят друг друга. Поэтому, честно говоря, я думаю, что по поводу войны у нас не было иллюзий. То есть мы дали шанс по всему себя проявить, но иллюзий, я думаю, не было. Были какие-то, может быть, планы, которые были скорректированы, исходя из того, что вдруг все-таки будет такая, знаешь, мягкая русская весна, то есть без фанатизма, но более-менее нормально. Посмотрели, что это все не срабатывает, все начинают биться там как-то до конца. Ну и все, поменяли план и начали по-другому действовать. Все-таки надо не забывать, что наша группировка, сейчас я услышал точную цифру, 183, 186 тысяч, из которых 30 почти стоят две танковые армии, причем самые новые, самые современные, стоят на ротации и на усилении. То есть 150 там с копейками тысяч бродят по стране, на которые, ну, грубо, почти миллион вооруженных людей. Поэтому, когда ты сказала, что вот они сделали, там, оттянули границы, там, чтобы не было этого, соответственно, ударов по российской территории, да, это тоже присутствует, но вообще-то генеральная операция, если посмотреть на нее, зашли один к пяти, хотя, наоборот, должны были, видите, заходить хотя бы два к одному, ну, имеется по количеству войск, нагнули всех, разорвали всю систему обороны, заставили всех засесть в этих городах и дальше начали систематически уничтожать эти и укрепрайоны, и вымывать боекомплекты, и начал заканчиваться моторесурс, потому что много здесь не поедешь, и много-много чего, и все это сделали один к пяти. Понимаешь? Ну, это генерально вообще-то. Я так вот общаюсь здесь на этих, на военных форумах, там, читаю, народ весь как бы вахер, причем, ну, как бы вахере, назовем так, чтобы не ругаться мало. Причем, это даже нам иностранные специалисты сидят и обсуждают, что да, это уникальная операция, она, судя по всему, войдет во все учебники. Хотелось сделать быстро, а вот ты знаешь, не факт, что нужно было быстро. Не потому, что, знаешь, как бы это сказать, ну, быстро мы бы там все бы не смогли сделать. Здесь же еще есть другой факт, экономический. То есть, любая война, это экономика. И вообще война, это высшее проявление экономического, ну, противоборствования сторон. Просто уже это экономическое противостояние или конкуренция уже другими средствами. Так вот, дело в том, что сейчас Украина как таковой экономики не имеет. Уже все, экономика там закончилась. И она сидит на дотациях кого? Запада. А у Запада еще свой кризис. Плюс они еще ввели северку санкций. Сейчас все поговорим об этом. Очень интересно. Понимаешь? И вот сейчас, и они должны еще накачивать вооружение, и у них еще идет сейчас стагнация, девальвация, инфляция, и плюс у них рухнули серьезные логические, логистические связи, и плюс растут энергоресурсы, и в этот момент у них война. Сейчас практически они сейчас содержат эти 20 миллионов жителей. Почему наши не берут города? Зачем? Там все сами себя снабжают. То есть, идет возможность... Заметь, что они содержат не только тех, которые остались в Украине, а тех, которые выехали. В том числе. Причем, это большие деньги, я хочу сказать. Причем, сейчас снабжение энергоресурсами идет за счет чего? Они же не платят никто. Украина сейчас ни за что не платит. Но, правда, видишь, там есть такая интересная информация проскочила, что сейчас срочным порядком выводят все зерно, которое осталось на Украине, выводят на Запад. То есть, впереди там еще будет голодух. Там еще будет очень серьезный такой, знаешь, гуманитарный кризис. В этой ситуации нам нужно брать под контроль эту территорию. Не надо. Нам нужно это сделать быстро, чтобы быстренько все поняли, мы повесили их на себя, посадили комендатуры и начали дальше разруливать. Зачем? Зачем? Понимаешь? Вот сейчас мы решили первую задачу. Мы уничтожили практически всю военную инфраструктуру. То, что там осталось, это, конечно, такие уже больше войска такого полупартизанского состояния, полудиверсионные. Там есть пузырька, там есть вернотометы, но тяжелое вооружение осталось там, я не знаю, ну, может быть, процентов 15 от того, что было. При всем том, что это была крупнейшая страна по насыщенности нового вооружения вообще в Европе. Понимаешь? Все, это мы уже сделали. Инфраструктуру дали возможность людям себя проявить, предложили выйти мирно, они отказались, исходили из расчета того, что мы будем занимать всю территорию. Что начали делать украинцы? Они начали взрывать мосты, они начали оставлять после себя выжженное поле, только нюанс, это выжженное поле останется вам. Понимаешь, у дяди Вова совсем уважение, а кто-то на меня там в бочку катит, что нельзя президента называть дядей Вовой, ну, я уже объяснял, ну, если кто-то хочет, то президент, Владимир Владимирович, ну, это как-то так вот, не знаю, не по-семейному, мы с тобой на кухне сидим, а не в официальном мероприятии, извините. Да, были бы мы с тобой штатными аналитиками, да, на зарплате, в костюме, и говорили бы сонными голосами одно и то, а мы с тобой сидим с чашками, и все, и пьянствуем, ну, в хорошем смысле. Поэтому дядя Вова, на кухне дядя Вова нормально, абсолютно в теме. Вот, я к чему? К тому, что сейчас украинцы сами получают всю эту землю, и ведь дядя Вова со всем уважением, он же очень честный человек, он всегда что думает, то и говорит. Ужас для западных ребят в том, что они-то привыкли в рай, и поэтому, когда кто-то что-то говорит, они за этим ищут второй смысл. То есть, знаешь, есть такое выражение, что самая изысканная ложь это правда. Почему? Даже не полуправда, а правда. Почему? А потому что правда это стопроцентная информация, которая не может быть в природе. Ты можешь искренне верить в что-то, что не является истиной. Но для тебя это правда. И ты ее будешь говорить с эмоциями, и люди тебе поверят. Хотя по факту это не может быть правдой. Почему? Потому что ты не можешь знать на 100% всю ситуацию. Ну, это просто невозможно с точки зрения физики. Вот, я к чему? Он говорит всегда правду. Он же сказал, оккупации не будет. Он же сразу сказал, будет демилитаризация, деноцификация, и оккупации не будет. А раз нет оккупации, то смысл создавать вот эти все структуры долговременные. Нет смысла. То есть, да, дадим возможность каждый там сам. Да, будет тяжело. Каждый будет создавать какой-то там элемент этого самоуправления. Как это было Вторая мировая война. Чехия, там, даже Польша. Да, были военные комендатуры. Какое-то время они работали, помогали там силовым способом. Потом создавали свои самоуправления. Дальше они там сами все рулили, сами бегали с пулеметом. В этом отношении, знаешь, вот смотрю Монтян периодически. У нее вот ее прет на то, что вот сейчас русские придут, будут пенсии, будут, значит, зарплаты, они все восстановят, а вот они там, соответственно, все сделают. А я смотрю и думаю, блин, ну вот, например, зашли американцы в Ирак. Что они там восстанавливали? Разрушили все в хлам. Зашли европейцы в Ливию. Что они там восстанавливали? Они все расхеракали, там до сих пор никто не знает, где, сколько народу погибло. То есть, понимаешь, когда хулигану, который, ну, там, тебя достал, или, не знаю, там, кидался в тебя какашками и так далее, ты сломал челюсть, ты потом его не ведешь в травмопункт и не восстанавливаешь ему челюсть за свой счет. Типа, ну, сам виноват, ты же дернулся, ну и получил вбиню. Я так понимаю, что это грустная информация, но суть в том, что вот эта вот надежда, что придут русские, все восстановят, она достаточно эфемерная. Да, наверное, те республики, вот ЛГНР, мы же там содержим и пенсию платили, и все-все-все, но это достаточно маленькие образования. Содержать всю страну точно никто не будет. Содержать некоторые области, да. Создавать им какие-то условия для того, чтобы они могли развиваться, да. Но восстанавливать все будут сами. Потому что свое, знаешь, опять же, у этой Татьяны Монтян, у нее есть тоже такая фишка, что когда там народ пишет, типа, вот, а если мы там пойдем, там как-то будем, там как-то или молотов кого-то бросать, она говорит, нет, сидите дома, это все не ваше, вы знаете, вы же мирные люди, никто никогда, концлагерь, никогда сам себя не освобождал. То есть у нее такая, знаешь, идет это, что кто-то должен прийти, специально обученный, рискнуть жизнью и сделать нам хорошо. Только нюанс, тот, кто специально обученный, у нее тоже есть и папа, и мама, и, может быть, дети, братья, сестры, ему тоже страшно. Почему он должен делать то, что вы до сих пор так и не сделали сами? И плюс ко всему прочему, получается как бы несправедливо. Кто-то должен прийти и сделать вам хорошо. А что сделали вы? 30 лет заскакали. Вот она рассказывает, я просто слушаю, иногда у меня прямо это возмущение дикое возникает. Вот у нас этот парень погиб, сапер, да, 19 лет он мне был. Ему что, не страшно было идти этот дом разминировать? Он пошел, начал разминировать, потому что это как бы вот его работа. Но он же тоже невеликий профессионал, он все же год обслуживает очень больше. Может быть, чуть меньше, не знаю. Но он пусть идет, он пусть рискует, его мама и папа переживут, а нашим нельзя, потому что это страшно, неправильно. А вот, и еще, знаешь, там, я, периодически, там, люди выводят на различную информацию, ну, и там, как-то кто-то сказал, а что это вот вы, там, в каком-то там году защищали какого-то нациста из УПА Унсон, там, что-то натворило, выбыли его адвокатом. И она говорит, а вы знаете, а кто бы отказался от такой интересной практики, такое интересное дело, мне так было интересно, так все хорошо. Понимаешь? Получается, что каждый на своем месте потихонечку в 30 лет реализовывал какие-то свои планы. То, что эти планы в перспективе приведут к фашизму и ведут, не знаю, там, дискредитации русского населения, русского языка и так далее, и так далее, никто не задумывался. Типа все, получается, все чисто по хохлядской поговорке. Все само всралось. Ребята, каждый внес свою долю. Когда та же мантян говорит, что я не собирал эти подписи против русской школы, я только помогла им организовать. Ну, помогла организовать списки против русского языка в этой школе. Здесь вы нажали на русский язык, здесь вы на русское население, здесь вы еще что-то запретили, здесь еще. И так каждый свою долю внес. И в результате вот эта куча говна, ее теперь должны разгребать русские. Вот это меня сильно возмущает. Поэтому вот, и она вот это все проводит вот эту вот как бы генеральную линию, что должны кто-то прийти освободить. Мы здесь ни при чем, потому что в концлагерь сам себя не освобождает. Нам все должны вернуть. Все придут русские заплатить пенсию. Извините, пенсия солидарная. Что такое солидарная пенсия? Сейчас те, которые работают, они оплачивают пенсию те, которые пенсионеры. Ребята, а эти люди вообще-то как-то вкладывали в эту российскую копилку? Ничего не вкладывали. Ты уже понимаешь, какая-то несправедливость. И вот эта несправедливость за несправедливостью цепляется и появляется определенная позиция. Поэтому, честно говоря, я думаю, что может быть эти военные администрации будут созданы, но они будут созданы на определенное время до момента, пока будут решены все задачи. И там всего практически две. И плюс надо еще понимать, что в этот момент сыпется и Америка, и сыпется и Европа. Если это дальше на горизонте два года все это рассыпется, то дальше каждый будет, нет, и, конечно, никто не будет там мешать им это делать, но, может быть, даже будут где-то помогать, создавать какие-то администрации, но дальше все придется восстанавливать сами. И это справедливо. Как говорится, скакали-скакали с этими кастрюлями, ребят, ну давайте уже сами. Это по поводу войны. По поводу Мединского там все начали кричать вау-вау, там припредал, там слил и так далее. Ну не знаю, там вторым участником переговоров был такой генерал-полковник, причем, я так понимаю, из серьезной аналитической разведки. И по большому счету то, что Мединский озвучил вот это вот предложение украинской стороны. Ну и что? Ну озвучил. Там вообще-то реально даже в этом предложении уже есть. Украинской стороны есть прогресс. Там видно, да? До этого они, мы выдвинули ультиматум, нас послали, потом мы сделали следующее предложение, ну первые там выводы, ну первые переговоры, которые были где-то в Белоруссии. Там же Мединский вышел, потом кто-то сказал, что неадекватные просто люди, они хотели, чтобы мы сдались, заплатили репарацию, типа я грубо, я не помню, заплатили репарацию, поцеловали ржопу и подарили каждому там набор шерстяных носков и минных от Путина. Ну вот, понимаешь, ну на русском, ну да, вы совсем трахнуты на голову. Сейчас уже они готовы, первое, в НАТО не вступать, демилитализировать, соответственно, обсуждать Крым, обсуждать ЛДНР и все. То есть уже, а всего-то прошел месяц. Что пройдет дальше, я не знаю, потому что переговоры будут продолжаться, ситуация будет ухудшаться. То, что наши отношения от Киева меня наоборот даже успокоят. Но сначала у меня, честно говоря, вот исходя из моих, ну, как я представлял ситуацию, я не видел смысла набрать Украину ну, ни при каких условиях. Потому что вот реально это актив, который уже отрицательный. Ничего нового он не принесет, это будет дополнительное напряжение сил для России, причем в период очень сложных таких планетарных перетрубаций экономических. И то, что мы отошли от Киева, ну, в принципе, сразу все как бы немножко восстановилось. Да, мы там создадим какой-то укрепрайон на случай, чтобы он немножечко их там это беспокоил. Но Киев брать точно не было смысла. Зачем? Они должны жить сейчас на своих. Я скажу, конечно, буду циничен и жесток, но я скажу, что сейчас экономики нет. Сейчас будет очень тяжелый период. И эйфория от того, что вот мы там стояли-стояли, к нам никто не пришел. Через некоторое время закончится тема, почему к нам никто не пришел, а потом, а почему к нам не пришли, нас должны кто-то кормить. Потом выяснили, что кормить никто не должен, и что делать? В Европе сейчас тоже не сможет ничего помочь. Она сама находится в серьезнейшей заднице. Если сейчас посмотреть экономические их обзоры, которые, например, немцы сейчас, буквально прошла неделя. Неделю назад там Шульц орал, да, нам нас у насрать. Потом кто-то там у них из профсоюза сказал, да вы что, ребята, у нас здесь задница. Сейчас уже кто-то лицеканцлер, тон там по экономике, говорит, да вы знаете, если так, то будет совсем тяжело, у нас будет кризис, который мы не знали с 45-го года. Неделя прошла. Вот поэтому по поводу военных вот этих всех эпопеи, и причем, ты знаешь, я еще разговаривал с вояками такими, нормальными, тоже все пенсионеры уже, и мы обсуждали, а почему не применяется один там где-то вооружение, другой там, ну все как бы знают, что это такое, как это можно сделать, тем более, что раньше занимали нормальные должности, это как бы был инструментом. Почему это не применяется, почему это не применяется, почему это не применяется. Здесь вот на этом есть Улица Правды, тоже такой стрим, и там выступает конфликтолог, я не помню его фамилию, и он говорит, он тоже подтверждает, говорит, вы знаете, да, я там видел, что такое вакуумная бомба, что такое термобарические, большие такие, серьезные боеприпасы, я видел, как это все работает, как это работает в Афганистане, как это работает в Сирии, то есть он как бы специалист непосредственно военный, потому что я к тактике не имею отношения, у меня там другая была специфика, физман больше, и он говорит, он говорит то же самое, я вижу, что это с разных сторон, с разных источников, в принципе, одна и та же идет такая информация, что есть средства, которые мы должны были бы применять, но мы их не применяем, почему? Ну и все как бы начинают тихориться, а ты знаешь, мое большое ощущение, что мы правда идем к большому шухеру, и в этом шухе идет несколько слоев логики, вот сейчас со стороны Украины, со стороны НАТО, это разведка боем, в этой ситуации, конечно, Украина это мясо, НАТО всем не жалко, американцам не жалко, через некоторое время нам тоже не сильно будет жалко, вот, то есть сколько их там ляжет, ну, как сами выбрали свою судьбу, потому что 30 лет к этому шли активно, потому что сейчас начинаешь вспоминать вот эти различные стримы, кто там что рассказывал, вот там сейчас много людей, которые вспоминают, как это все было, я здесь с товарищем разговаривал, в 93-м году, не знаю, тебе говорил или нет, в 93-м году он был в Чернигове, вот, и он рассказывает, что он сам украинец, у него семья вся украинская, но они живут в России, он приехал в Чернигово, он там учился в университете, и им там преподаватель университета, там 92-й год или 91-й, рассказывал о том, что они кормят Россию, что если бы Россию не кормили, сейчас бы у них там коровы были в 5 раз толще, а магазины были бы в 6 раз этажные. Нам тоже этот рассказ. А он, проблема у него в том, что у него главу этого мясокомбината была какая-то там их родственница, а он парень простой пошел к ней спросил, ну не знаю, тетя Маша, а что русские-то, а ему, и он рассказывал, что Россия не платит, мы поставляем этот отвар, нам ничего не приходит обратно, то есть денег, ничего они не платят, это 91-92 год, он пошел к ней и говорит, а она говорит, да нет, ничего наоборот, они даже платят больше, чем нам выгоднее продавать туда, нам все деньги получали, никаких проблем нет. То есть вранье уже было вот на этом уровне, а говорит, в 93-м приезжал, сидел там в кафе, проходят мои же однокурсники с университета, и первое же выражение, вот, ну, вы подождите, мы вас москаляк скоро захеракаем, типа, знаешь, вот так вот, это Чернигов, это практически полурусский город, он говорит, какой же я москаляк, я здесь, ну, в общем, штамп мне просто, а вот, и он говорит, тогда уже это было, тогда я уже понял, что у него с головой проблемы, я к чему, потому что, вот эти вот, вот к этому результату, они шли, очень давно, целенаправленно, ну, там можно историю другую вспоминать, то есть это целенаправленные действия людей, которые пришли туда, куда они должны были прийти, как следствие, в общем-то, с каждым разом, ну, и здесь в России, основное настроение, ну, сами виноваты, это я мягко сказал, а дальше, получается, поднимаемся на ситуацию, да, сейчас, практически, для НАТО, Украина, это разведка боем, наши, для НАТО, тоже разведка боем, причем, знаешь, есть интересный, буквально недавно стрим вышел, у этого, у Кононыхина, вот, который описывает все эти, компьютеры, космические программы, у него специально есть там вот этот, я рекомендую, кстати, посмотреть, буквально, это, наверное, вышло дня 3-4 назад, и называется номер 104, Кононыхин, номер 104, вот этот его стрим идет по космосу, у него что интересно, там, где-то вот после часа, он два часа там рассказывает, вообще интересно, у него бывают иногда такие, ну, как бы нудные вещи, но это очень интересно, у него прошло, и вот после часа он начинает рассказывать интересные вещи, почему, например, мы не используем огромное количество, ну, интересных вооружений, таких, знаешь, даже то же самое РЭП, у меня, по-моему, так и называется, почему, где наш РЭП, радиоэлектронная борьба, система радиоэлектронной борьбы, и он говорит о том, что, смотрите, вот, например, идут, идет сейчас война на Украине, а все время там в Румынии, там, в Польше летают самолеты-разведчики, аваксы там специальные и так далее, они все время снимают развединформацию, какая развединформация, система связи, система целеуказания, система телеметрии с этих беспилотников и так далее, много-много-много чего нужно для будущей войны, как вы можете снять эту информацию, только во время разведки боя, то есть в качестве мяса пошли украинцы, мы, соответственно, должны включать эти системы ПВО, частоты обнаружения, скорости, там, ну, много-много, там огромное количество параметров, и украинцев кидают в бой, и в этот момент снимают всю вот эту вот информацию, которая для будущей войны, высокотехнологичной, имеет стратегическое значение, то, что там погибнут там украинцы, хрен бы с ним. И мы в ответ не запускаем системы РЭП, хотя народ говорит, ну, у нас же это все есть, мы же знаем, что мы можем там заглушить все нахрен, вообще никто там слова не скажет, не включаем системы РЭП, не включаем целый ряд системы вооружения, целый ряд высокоточных боеприпасов не запускаем, потому что это телеметрия, как они управляются, какую скорость, как разворачивают, тактический рисунок, там много чего можно снимать. Знаешь, получается, что мы часть своих сил просто сейчас не показываем. Но при этом, когда натовцы готовили Украину, они же ее готовили по натовским стандартам, ну, американцы, они ее насытили системами связи, системами обнаружения, системами связи со спутниками и много-много еще чем. Вот мы сейчас тоже, наши самолеты летают по Беларуси, вдоль Беларуси, вдоль Черного моря и точно так же снимают всю систему коммуникации, коммуникации со спутниками, коммуникации тактических планшетов, которые описывают, кто где находится. Они считывают нашу информацию, мы разведку боя используем точно так же, мы точно так же считываем всю их тактическую информацию, как они реагируют, как работает спутник на каких частотах, как быстро он реагирует на ту или другую оперативную обстановку, что он видит, что он не видит, запустили что-то, увидел, не увидел, среагировал, не среагировал, сразу же возникает тактический рисунок будущей войны. Это говорит о чем? Что впереди будет очень серьезный замес. Судя по всему, они готовятся к этому, и мы, исходя из того, что мы не запустили основной, как бы, я не скажу, высокотехнологический сектор своих вооружений, то, что мы туда не задвинули, это говорит о том, что, в принципе, мы тоже готовимся к тому, что впереди будет замес, когда эта информация, стратегическая и секретная, будет иметь значение, уже может быть потаще. Судя по всему, что война будет расширяться до... за пределы НАТО? Слушай, ну, я не знаю, вот, потому что в противном случае, ну, нам надо загасить Украину, да, предположим. Чего не сделать рэп? Закрыли все, все перекрыли нахрен. Да, потом снимут эти частоты, посмотрим, каким образом мы все глушим, как мы это все уничтожаем, что мы можем заглушить, что не можем, они там проэкспериментируют. Вот эту вот связь заглушили, эту нет. Значит, соответственно, в будущем конфликте, ну и так далее. Но если нет дальнейшего развития, то в принципе можно было все это применить. Те же вакуумные боеприпасы для того же Азов и Стали, это, ну, не знаю, там, наверное, до 2 максимума будет достаточно, чтобы... Насколько я поняла, там мирные, ну, как бы они... Нет, Азов и Стали уже там, это промзона. Может быть, там есть какие-то мирные, но о них никто не знает. Но, в принципе, Азов, ну, уже Мариуполь, он уже разрушил очень сильно. Там уже народ пытаются вывозить, и там еще тебя отстреливают. Я к чему? К тому, что есть боеприпасы, которые способны много чего сделать и уничтожить. Понимаешь, но знание характеристик, реальная характеристика этих боеприпасов, скорости их доставки, кто доставляет, каким образом, ну и много-много еще чего, они впоследствии могут нивелировать это, если начнется большой занятий. Исходя из того, что вот эти все серьезные вещи, широкомасштабно, может быть, локально применяют, широкомасштабно не применяют, это говорит о том, что их держат в запасе. Для чего? Украина уже все, у нее уже нет ресурсов. Она уже, можно считать, знаешь, там порванные в клочья бульдог, без зубов. Для кого держат? Тут вроде идет информация, что поляки, у них там истерика страшная, они там готовятся к войне, уже там что-то они под 150 тысяч уже нагнали, и говорят, что вроде будут накачивать до 300 тысяч эту группировку на границе с Беларусью. Чехи там вроде хотят рвоваться. Да, но это уже будут уже не просто эти дживелины и ПЗРК, и пулеметы, и все там еще, гранатометы, диверсионные блоки. Там уже будет нормальное, тяжелое вооружение, там уже будет нормальная авиация, там уже будет нормальная, ну, на Украине, наверное, была одна из самых мощных, я думаю, по Европе. Там уже будет все достаточно серьезно. Вот для них и нужно сделать сюрприз. Америке нужно грохнуть Европу. Она к этому ведет. Вообще, с точки зрения банальной логики, вот так если смотреть, то единственным защитником Европы и человек, который хочет ей сделать хорошо, это дядя Вова Путин. Потому что он сейчас бьется за Европу, чтобы ее не раскошмарили в хлам. Потому что общеевропейская война это мечта Штатов. Они повторяют опыт Первой мировой войны, они повторяют опыт Второй мировой войны, когда у них все по результатам войны было очень шикарно. У них все сложилось. Понимаешь? Им сейчас Третья война, опять они вылезают из этого. Неужели удастся? Ну не знаю, ну видишь, европейцы лезут в это дерьмо, в это дерьмо они же лезут сами. Понимаешь? Они же ввели все сами санкции, они ввели столько, у них там такая истерика. Кстати, что там у вас в Италии, расскажи как. Ну что? Да все как у всех центральные каналы. Но есть, конечно, я же уже говорила, есть люди, есть это самое, которые... Пока ничего не меняется. Доносят правду. Центральные каналы, они не поменяются никогда. Они именно вот этими центральными каналами, которые сам знаешь под кем, они именно разгоняют вот это, понимаешь, необходимость уже навязывают людям, вот я вижу, навязывают людям привычку к войне, что ли. То есть они вот, знаешь, вот уже прям, ну что, если вдруг бабахнет, чтобы не было, знаешь, удивлений. Да, с чего бы это? Да, это называется обесчеловечивание противника. Все, сейчас нагнетается, что русские, это звери, подонки. Сейчас вот здесь прошла информация, что вот наши сбучи ушли, наши отошли от Киева. Там начали раскапывать, да. Ну, я думаю, сами закопали, сами раскапывают. Потому что, ты знаешь, наши ушли, по-моему, четыре дня назад, они раскопались сейчас, там женщина лежит, а у нее кровь-то как раз на лице. Да, там, да, уже это здесь раз разобрали. Я даже не хочу говорить, это, естественно, информационная война. Я не смотрю, никому не рекомендую. Да, ну, именно это... Для нежных женских глаз это не просмотр. Да, и сейчас это будет педалироваться, что это сделали русские. Но, правда, я смотрю, уже Бильд выступил. А Бильд, как бы такая газета достаточно крупная, обходит в тройку. Ну, это популярно в Германии. На нее всегда ссылаются. Бильд уже вышла там с критической статьей по поводу Украины. Здесь в Британии кто-то еще тоже написал, причем из всяких, из больших, по-моему, Times или еще что-то такое. Вот, то есть понемножечку, понемножечку определенная элита Европы начинает отползать от этой ямы. Здесь же надо еще нам все-таки понимать о том, что за эти вот последние там 20 лет, со времен, когда господин Путин пристал президентом, нам все-таки удалось очень сильно усилить свои позиции в старой элите Европы. Европы. Ведь как мы работали? Мы, создавая вот эти все энергетические какие-то связи, концерны, совместные предприятия, мы давали возможность заработать тем, кто дальше впоследствии стал нашими союзниками. И вообще сама старая, то есть элита Европы, она делится на две части. Это новая, те, которые проамериканские, в основном это СМИ, политическая элита и так далее. И промышленная элита, которая так или иначе понимает реальная экономика. И у них дважды два четыре. А у этих политиков дважды два может быть любая цифра, что скажут с Америки, то и будет. И они понимают, что в принципе сейчас война общеевропейская, для Европы это зафикс. И они не сильно кому будут нужны, у них, конечно, активы заберут, деньги заберут, и они останутся с чем? В нищей Европе или приедут в Америку, и там им придется начинать с нуля, этого никому не хочется. И они являются ситуационными нашими союзниками. Это понятно. И мы их тоже выращиваем. И они для того, чтобы создавать свое мнение в противовес американским политическим эстеблишментам, которые находятся в Европе, компрадорским, предательским, они должны тоже все равно иметь финансовый ресурс, чтобы, знаешь, кого-то купить и где-то там в СМИ что-то выискать, поддержать социальный ресурс и так далее, поддержать профсоюзы, которые потом выйдут на что-то. То есть это тоже наша пятая колонна там. И мы этой пятой колонне помогали зарабатывать деньги у нас в России. Потому что этот финансовый ресурс они потом использовали уже для политической борьбы. Это просто... Я к чему? К тому, что, например, идут там всякая информация о том, что давайте мы им все перекроем, мы там все не дадим, мы им закроем все экономические возможности зарабатывать деньги в России. Нюанс. Мы закроем своей пятой колонне. В Америке она заработать ничего не может. Мы ее, эту пятую колонну, ну не то, что растили, но мы ее поддержали все это время, чтобы когда будет тяжелый период, они могли своими финансами, которые мы помогли заработать, смогли отстоять нашу позицию в Европе. Понимаю, здесь не такая уж такая, наверное, простая ситуация. Вот по поводу экономики. Честно говоря, истерика, которая пошла вот с точки зрения экономики, я очень сильно удовлетворен. Я прям считаю, что все сделали правильно. Как в свое время, знаешь, по-моему, у Жукова было выражение «развалинами Берлина удовлетворен». Вот истерикой Запада вот реально удовлетворен, потому что, первое, это показало, как быстро у них идет трансформация сознания от момента, что мы все можем, до момента, какая жопа, прошло буквально там сколько, две недели. По поводу газ-рубли, вот сейчас, когда уже схема понятная, ты знаешь, относительно понятная, потому что у нас все равно будут дополнительные нормативные документы, какие-то там всякие разные акты, там разъяснения, еще что-нибудь. Но суть в том, что схема сама по себе получается очень красивая. То есть, ребята, ну, открывают, ну, здесь это уже все обсудили, но там есть очень маленький фронт, я к нему сейчас приду. Суть в чем, они приходят с евро в наш банк, это наш банк-посредник, а дальше, соответственно, есть цена рублевая за там, кубометр газа, и дальше, соответственно, они должны купить эти рубли и купить, соответственно, заплатить Газпром. Как бы все понятно. Но есть нюансы. Дело в том, что, ну, некоторые говорят, что какая разница, все равно они приходят с евро, и как бы за евро все равно покупают только через посредник. Но там есть нюанс такой, что никто вам денег не печатает. Вы пришли с этими евро, и дальше вы должны их на бирже через посредник и Газпромбанк или там, что там еще, продать эти деньги на бирже тому, кто это купит. Кто купит? Ну, купят первые иностранные владельцы там различных активов в России, которые выводят дивиденды там ежегодные, там какие-то прибыли, там лизинговые платежи, там может быть патентные платежи и так далее. То есть у них есть какая-то рублевая наличность, которую надо перевести обратно в евро и вернуть назад. Соответственно, эти будут продавать рубли вот этим вот там нефтегазовым партнерам, которые будут покупать нефтегазовы. Как бы все понятно. Все хорошо. Только есть нюанс. Дело в том, что если посмотреть баланс внешнеторговый наш и Европы, то у нас профицит там почти под 90 с копейками миллиардов относительно того, что, то есть мы продаем им больше на 93 или 96, ну там от года к году плавает, зависит от цены, там конъюнтуры и так далее. Ну, грубо, порядка 90 миллиардов долларов мы им продаем больше, чем покупаем у них. То есть раньше схема была планиальная. То есть мы продаем им газ, зарабатываем эти 190 миллиардов и на 98-95 что-то покупаем у них. А так как у нас на руках евро больше, на целых 90 миллиардов, мы, соответственно, их формируем из них там золотовалютные резервы в евро. То есть практически мы кредитуем их на 90 миллиардов еще. То есть для них это просто мечта. То есть тебе дали в долг от безысходности, потому что просто эти деньги некуда больше потратить. Но логично как бы просто производить газы продавать меньше, чтобы баланс был как хотя бы нулевой. То есть мы на 90 миллиардов им продали, на 90 миллиардов они купили, баланс нулевой, мы не поддерживаем их экономику, потому что это деньги, которые в принципе не работают. И при этом еще сэкономили ресурсы. Но исходя из того, как это было раньше сделано, вот эта вот наша колониальная схема, они же, ребята, хитрые. Вот поэтому в свое время мы могли печатать свои внутренние деньги, ликвидность увеличить в стране, ну это грубо, только исходя из того, какое количество у нас экспортных доходов есть. То есть нас приводили к тому, что мы должны все равно, все время, если мы хотим, чтобы у нас денег было в стране больше, чтобы монетизация наша экономика увеличилась, мы должны все время гнать на экспорт что-то. А исходя из того, что ребята сами рулили биржами и рулили там фьючерсами и много разными инструментами, то они практически цену на газ могли сделать любую. Потому что они были теми мошенниками в казино, у которых в рукавах были по 5, по 6, по 8 тузов и сколько же и все они были казахами. Понимаешь, им это удавалось и они благодаря этому очень неплохо жили. Вот сейчас, когда мы перешли на рубли, получается что? Что мы сейчас им, точнее, им нужно от нас газа больше, чем нам нужно от них товаров. И дальше схема складывается очень грустная для них. Почему такая истерика это была? И по-человечески их можно понять, потому что впереди большая жопа. Кто-то сказал, что жопа говорить нельзя. Надо говорить, я не знаю, с раку, попа тоже, но попа как бы эмоционально нет, насыщенность. Жопа это прям задница, но задница тоже как-то не очень, да передница тоже как-то все пошло. Поэтому пусть будет жопа. И они понимают, что впереди большая задница. Странно, жопа есть, а слова нет. Потому что эмоциональное насыщение информации, оно имеет значение. Сейчас немножко сделал небольшое отвлечение. Вот ты знаешь, что такое эмоция? Эмоция это мгновенная передача огромного массива информации. Ну, грубо, в качестве примера. Сидишь там, не знаю, восход какой-то красивый, у тебя сразу как наклынуло всего. Если ты талантливый человек, ты будешь 10 страниц текста писать, и ты еще не все напишешь. Правильно? А пришло тебе это все мгновенно. Поэтому любая, любая речь должна быть эмоционально насыщена. Потому что это тоже информация. Это тоже информация. И если мы даже хорошие вещи будем говорить, так как многие аналитики, я засыпаю под некоторые. Потому что да, он говорит, все правильно, и все, и спать. А когда ты начинаешь вот так эмоционально говорить, кроме того, что ты передаешь еще дополнительную эмоциональную информацию, ты еще и даешь возможность человеку не заснуть во время всего этого. Это как бы тоже плюс. Ну ладно, это я открою. Итак, почему у них появилась задница? Потому что они приходят на рынок рублей. Ну ладно, им предположено грубо нужно, ну так, чтобы совсем упростить ситуацию, им надо, например, кубометр газа, например, стоит 100 евро. Наши говорят, да, 100 евро, это сейчас там 100, ну там, 10 тысяч рублей. И они понимают, что им надо, чтобы купить кубометр, им нужно 10 тысяч. Они приходят на рынок, на биржу, а там есть кто хочет продать рубли, но их мало. Вот они из этих 10 тысяч купили 5, а больше никто не продает рублей. И дальше, что им надо? А им-то надо 10 тысяч за этот кубометр заплатить, если в рублях. Им надо эти рубли где-то собрать. Каким образом? А единственный образ, как на базаре. Вы начинаете скидывать цену. Вы теперь уже берете тот же евро не за 100 рублей, а за 70, за 80, ну там, за 80, 70, дальше понижаете, понижаете. Вдруг кто-то придет. Потом приходит покупатель, который собирается автомобиль покупать где-нибудь евро. Ну да, по 50 я возьму. И получается, что вы для того, чтобы купить вам эти 10 тысяч рублей, потратили, ну, если по курс, предположим, 100 рублей, да, за евро. Вы потратили не 100 евро вы потратили, 120. Почему? Потому что вы не смогли купить эти рубли по тому курс, который вы хотели. Ну, вам-то надо заплатить за товар базовый, без которого ваша экономика сдохнет. Поэтому у вас выхода нет. Это к чему? К тому, что дальше курс рубля будет укрепляться. Потому что сейчас, а дальше будет еще хуже для них. И для нас это тоже определенная проблема. Потому что для экспозиции компортеров и которые дальше платят до саду, тоже Газпром и все остальное прочее, те, кто платят в бюджет. Получается, что курс рубля будет не один к, ну, для евро, предположим, не один к 90, а один к 60. Значит, относительно мы на 30% получаем меньше дохода для бюджета в том числе. Как это они сделают, это тоже интересно. Нет, для нас, для обывателей, чем меньше курс доллара, тем нам дешевле будет все их товары, которые они производят. Но это тоже не всегда интересно, потому что если выяснится, что дешевле делать в Европе, она начнет отжимать у нас там и легкую промышленность, и еще что-то, они начнут там себя развивать предприятия. Значит, здесь мы можем сделать так, что у нас будет внутренне, предположим, цены на энергоносители, как я говорил. То есть у нас будет дешевле энергоносители, благодаря этому мы сможем конкурировать с их, предположим, более дешевыми или более высокопроизводимыми технологиями. Вот это вот нюанс, он такой сложный. Но для европейцев переход на рубли, и вот сейчас, когда знаем баланс торговли, о том знаем, что их товаров нам нужно только на 90 миллиардов, а наших товаров им нужно на 190. Где им набрать еще вот эту вот разницу, дефицит, они не понимают. Вот в чем проблема, понимаешь? У них нет столько товара, который нам нужен, чтобы они меняли на газ. И вот эта истерика у них началась, потому что мы сейчас у нас будет укрепление рубля, и у нас будет, и в принципе они сейчас начнут экономить очень сильно, и у них будет усложнение жизни, и ухудшение экономики, и при этом все равно они должны будут купить, и у них все равно еще рублей не хватит. Вот в чем проблема. Так что, в общем, мы, конечно, долбанули по очень красиво. Причем дядя Вова же со всем уважением, он же президент, сказал, что это только начало. Газ это только начало. Начнем с газа. А там же еще много всего интересного. Представляешь, какая разворачивается картинка? И плюс в данной ситуации, если раньше они ценообразование по газу делали там на своем голландском хабе и так далее, то есть на этих всех голландской биржах, то есть и теперь это все будет наша биржа, наше ценообразование. Мы можем вообще зафиксировать, мы продаем мир газ, ну не знаю, кубометр по 10 тысяч рублей. Все. Хотите покупайте, хотите нет. Можем сделать газ, рубли, которые будут двух уровней, валютные рубли внутренние, внутренние будут дешевле, валютные дороже. Надо, в общем, считать. То есть у нас эти рубли отнять невозможно, потому что тот, кто купил евро в банке, в Газпроме, он его купил, ну не знаю, там индийцы выводят деньги, индийская компания купила евро, ты эти евро у них уже не арестуешь. Они-то для рубли отдали свое покрытие. И дальше получается у нас уже невозможно арестовать или украсть деньги, которые принадлежат нам. И при всем том, что мы можем, так как у нас потребность в рублях будет выше, чем возможность купить у нас на рынке, то мы можем, наш ЦБ может допечатывать рубли. И мы начинаем печатать рубли, тем самым, как бы, ну конечно, надо очень внимательно, распространять нашу инфляцию по странам, которые зависят от нас. То есть у нас лишние деньги не оседают в стране и не давят на цену. А инфляция это очень такой неприятный момент для инвестиций. В общем, ладно, по поводу рублей. Я еще, вот сейчас ты мне это сказал, потом я выложу ролик и потом еще раз послушаю, потому что это тяжело. Ой, молодец. В общем, мы молодцы. Слушай, в общем, мы молодцы, мы сделали все очень правильно. Мы, минимизировали риски у нас отнятие деньги невозможно. Мы сейчас запустили механизм, который может очень сильно укрепить рубль. Насколько нам это нужно, в каком порядке, как сделать так, чтобы нам это было выгодно, но нам за это ничего не будет, это надо думать. Но возможности наши расширяются очень сильно и влияние на всех ближайших соседей. Это как бы очевидно. И именно из-за этого началась истерика. И сейчас, через некоторое время, хотят, не хотят, они все равно придут к тому, что им придется на это соглашаться. Здесь смотрел несколько человек, и это называется, в общем, мы сейчас переходим, не то, что переходим, а мы находим еще стадии экономической войны, которая называется война Афины. Война Афины это не вооруженное противостояние, а это противостояние экономики. В принципе, в этом состоянии находимся последние 15 лет. Нас давили, нас давили, 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 и вот сейчас, благодаря и этой военной операции, которая очень спровоцировала сразу огромное количество мер против нас, и благодаря вот сейчас вот этим рублем, нашим этим ультиматумом по рублям, мы сейчас эту войну начинаем переформатировать в свою полюс. Война Афин это длительная эпопея, и ее надо делать очень последовательно, там есть целый ряд этих шагов, потому что многие, знаешь, говорят, давайте мы вот это обрубим, вот это обрубим, здесь закроем, здесь закроем, там еще что-то. Оказывается, я тоже этого не знал, почитал эту концепцию Афины, экономическая война делается очень последовательно и очень скрупулезно выдерживает технологию этой войны. То есть основная цель войны нанести противнику максимальный экономический ущерб через то, что он будет бездарно тратить ресурсы на минимизацию тех проблем, которые вы ему создаете. Вот перед этим мы эту войну проигрывали. Благодаря вот этой военной операции, которая быстро обострила все противоречия, которые были, и плюс ко всему прочему ошибочные действия коллективного Запада, когда он решил, знаешь, сразу ввести максимум санкций, которые он мог, он сразу все ввел и в результате, вот я тоже этого не знал, и для меня это было откровение, что оказывается там есть целая структура этой войны. Он все ввел, и теперь только вот сейчас мы начинаем делать ответные шаги, и эти шаги будут последовательно, они привыкнут сейчас к рублю за газ. Потом мы введем рубль за нефть, это будет немножко другое. Потом мы введем обязательную покупку на нашей бирже, они начнут на нее перестраивать. Потом мы начнем там квотировать, кому все продаем, кому продаем дороже, кому дешевле, начинаем искать любимчиков там, и соответственно, те, которые изгои. понимаешь, они начинают через этот механизм пройдут. Потом появятся какие-то дополнительные посредники, которые могут делать дешевле, они начнут к нему подстраиваться. Это все потеря ресурсов. Вообще вот эта война Афины, это самая короткая, считается, Блицкриг, это 9 месяцев, а на среднем это 27 месяцев. А вообще такие войны ведутся годами. С нами войну вот эту начали чуть ли не с 2007 года, войну Афины. И вот сейчас только мы подходим к кульминации, и благодаря вот этой операции нам удалось перевернуть свою пользу. Так что здесь мы надолго. И вот, как я сказал, все идет по плану. Единственное, что этот план никто нам никогда не расскажет, потому что если все будут знать наш план, то лучше бы они этого не знали. Нам будет тяжелее. Вот здесь план даже есть. Да, ну, разумно. Вот. По поводу Кананычина рекомендую посмотреть, сейчас еще раз про него расскажу. У него там очень интересная вещь, потому что та, которая, так ее нигде не прочитаешь, он сказал мысль очень красивая. Он начал исходить из того, каким образом американцы готовили группировку, ступнику, группировку в Старлинк, в какие года должны были выводить вот эту всю группировку, каким образом все это делалось, для чего она была нужна. То есть прикрытие для этой акции, это было то, что это гражданский интернет, который по всей планете будет, в это даже денег собрали. Народ писал, что деньги собрали и никогда ничего не работает. А он в свое время и всегда говорил, что это нормальная военная программа, это глобальное позиционирование по всей планете, глобальное наблюдение, глобальная связь, глобальная практическая информация и все-все-все-все. И здесь, когда начался эта эпопея, Маска и сказал, когда ему задали вопрос, что если русские начнут сбивать эти Старлинки, а их там тысячи этих маленьких спутников, он говорит, да мы их будем запускать чаще, чем они будут сбивать. То есть он уже прокололся в том, что да, это военная система. И они сейчас ее на Украине в том числе тоже обкатывают. А дальше он говорит, вот смотрите, полная группировка должна была быть собрана к 24-му году, потом Старлинк, это получается группировка спутников, которая способна отслеживать баллистические боеголовки и гиперзвуковые блоки. И все это подходит к 24-му году. В 24-м году у нас выборы президента и там еще целый ряд каких-то запускей, там еще что-то, еще что-то. Получается, что все, говорит, сходится в точку 24-го года. И вот в этот момент, когда у нас начнутся перетрубации политические и там же экономические какие-то есть проблемы определенные, которые должны к этому году подойти, вот к этому моменту, говорит, наверное, должно было начаться вот это вот обострение, то есть третья мировая война. Но то, что американцы прокололись со своими гиперзвуковыми макетами, на которых они должны отрабатывать обнаружение гиперзвуковых головок, у них это не прошло один раз, второй раз, потом они там с двигателем с каким-то у них не получилось. И вот сейчас у них вот этот вал проблем, он тормозит всю эту программу. А процесс уже невозвратный вот этого конфликта, он уже начался. И получается, что американцы к этому конфликту подходят не в том состоянии, в котором они хотели. понимаешь, это может быть шанс для планеты, что они все-таки не решатся. Но, и там он еще много интересного рассказывает, вот где-то с часом надо смотреть, очень интересно. Он там, кстати, рассказывает, почему, например, мы так и не применили РЭМ, то, что мы ждем, мы не даем возможность им снять наши эти все сигнатуры, излучение, реакции временные и все остальное прочее. Но с другой стороны, и мы за ними тоже не взглядаем. Честно говоря, про Starlink, то, что развертывание этой программы, должно было быть приурочено к 24-му году, и 24-й год это у нас выборы президента, честно говоря, мне не меняет опросу. А понимаешь, как получается, космические программы, которые сейчас, основное вооружение сейчас выходит в космос, потому что это глобальное наблюдение за всей планетой, оно выходит в космос, это очень, это стратегически такой мощный ресурс для любой страны, для любой, у нас всего есть две, у Китая там, в принципе, никто. Ну, то есть, у них есть, и мы, и они, и все. Получается, это вот, может быть, тот, как бы, рычаг, которым американцы хотели, вот эту, знаешь, балансировку сдвинуть. Сейчас они проигрывают гиперзывод, и, получается, они проваливаются по этим программам, и у них там одно, второе, третье не получается. Вот это, знаешь, тоже, и все это завязано в одну систему. И там, биологическое оружие тоже к этому моменту должно было созреть. Получается, что к 24-му году нас готовили к большому мордобое. Ну, и там, Белоруссия, Казахстан, в Казахстане сейчас пройдет там тоже все опять непросто. Да, да, я читаю, там у них опять начинается. Так что, вот так вот. И, ты знаешь, еще такой вот интересный момент, я не знаю, обратил ты на внимание или нет, но у меня иногда, вот меня в мир тащат, вот когда наши начинают разговаривать, там с иностранными, там, я не знаю, послами, еще с кем. Мы максимально корректны, мы никого не оскорбляем, чтобы там тот же Лавров вам кого-то, знаешь, там послал на три буквы, хотя видно, что ну прям вот, ну нужно будет послать. Лавров может, да, а он еще и умеет, кстати. Да, ну понимаешь, ну не так часто, как хотелось, даже, скажем, слишком редко. Нет, потому что сам по себе Лавров, это не нежная кисельная барышня, да? Он такой мужик-мужик. Да, ну ты знаешь, вот когда там, ну не знаю, тот же Байден говорит, что Путин, Путин это убийца кровавый и так далее, понимаешь, там такие выражения, Запад вообще выражениях не стесняется. По идее, их можно кошмарить. По идее, вот сейчас они нанесли, вот эти, знаешь, арестовали наши счета, это форс-мажор, арестовали там, арестовывают людей, то есть это полный беспредел. По идее, их можно кошмарить, их можно обзывать нехорошими словами. И можно показывать штиги там, трехэтажные. Вот. Наши все равно идут очень-очень аккуратно. И вот смотри, какая мысль возникает. И что-то подобное я у кого-то слышал, но в общей концепции так и я ее не воспринимал. Понимаешь, есть ощущение, ну как, не есть ощущение, очевидно, для меня лично, что Запад проигрывает. Битва будет тяжелая, сложная, но Запад проигрывает. И дальше по окончании вот этой бойни, которая произойдет, ну дойдет она до третьей мировой, не дойдет, это дело второе. Все равно будет новый миропорядок. В этом новом миропорядке кто-то будет из, кто-то будет победителем, тот и будет основным, как бы таким, моральным лидером на планете. И он же будет заниматься арбитражом. То есть арбитраж это как бы высший судья, находящийся над спором для того, чтобы принять справедливое решение по характеру какого-то события. Так вот, арбитраж должен, кроме силы, еще и держаться на авторитете. На авторитете на каком? О том, что что бы ни произошло, какие бы эмоции ни были, решение будет принято справедливо с точки зрения международных законов. Так вот, если смотреть на вот эти ситуации, конфликтные, которые сейчас происходят, с этой точки зрения, то получается, что мы сейчас своим поведением готовимся к тому, что высшим арбитражом будем именно мы. То есть, горизонт планирования 10-15 лет вперед. То есть, мы сейчас не позволяем себе совершать резких эмоциональных действий. Мы не позволяем себе, даже если все уже нарушили международные правила и права, мы не позволяем себе их тоже нарушать вот так вот нагло и без оснований. То есть, мы пытаемся все наши действия все равно обосновать какими-то международными правилами, договоренностями, законами, т.д. Для чего? По большому счету, моральное право всех послать, обозвать, дать в репу, сказать, что пошли вы все в жопу, вообще все, что вы говорите, это ни о чем, мы вообще даже вас слушать не будем, потому что мы все сами нарушили. Немерено факт. Но мы все время пытаемся находиться в правовом поле, хотя другие уже с этого поля вышли. Я предполагаю, что это говорит о том, что мы уже для себя поняли, что мы неизбежно в этой битве побеждаем, мы вынуждены будем в дальнейшем выполнять роль глобального арбитра и для того, чтобы авторитет глобального арбитра был не только на военной силе, но еще и на моральном авторитете. И все будут видеть, что в самых жестких ситуациях, когда мы могли всех расхерачить в хлам, мы все равно, и у нас были возможности, мы все равно соблюдали международное право. Даже в ущерб своим интересам. Вот это есть моральное право, которое впоследствии и сделает нас вот этим международным арбитом. Ну, такая мысль спорная, каждый может думать, как хочет. У нас всегда глобальная заруба заканчивается каким-нибудь Нюрнбергом. Конечно, да, это неизбежно. Просто куда от этого деваться. И судьи там те, кто победил. Да, да. Ну и, слушай, по поводу Британии, сейчас все больше и больше народу считает, что нельзя останавливаться, что британцы... У Британии, видишь, в принципе, достаточно логичная схема. Для того, чтобы войти в будущее вот этот вот пул стран, которые будут рулить миром, они должны иметь свою технологическую зону. Это Хайзен там говорит. Для британцев единственная технологическая зона, которую они могут более-менее приличную создать, чтобы у них был хоть какой-то авторитет в этой схеме. Это все-таки поднять под себя Европу. Потому что Австралия не является технологически там офигенной страной. Новая Зеландия тоже. Британия в основном финансовая операция. То есть ей нужна вот эта пусть раздобленная Европа, но это 500 миллионов плюс с Австралии 600 миллионов это уже такой технологический кластер, на основе которого можно что-то делать. Как бы с точки зрения Британии это понятно. Ну и поэтому она пытается сделать все, чтобы влезть в эту тему. И чтобы отодвинуть оттуда нас. Нам она будет гадить по-любому. Отсюда возникает вопрос, что когда-то надо это заканчивать. Тем более, что вот кровь вот этих вот людей, которые в принципе вот они готовили 30 лет, да, этих украинских сейчас, она же все-таки на Алла-Саксах. Потому что они же их кинули в эту массорубку, они там убедили, что все будет хорошо, им помогут, и их сейчас там мочат. Поэтому и есть ощущение, что и Польшу они тоже подталкивают. У поляков тоже там гонора знают, что мы сейчас все заберем, обратно все вернем. Кто-то здесь писал, что у поляков сейчас, знаешь, самая модная тема найти какие-нибудь документы о том, что им что-то принадлежало на Западной Украине, чтобы предъявить. Потому что если ассоциация с Европой была, то получается все судебные решения, которые произошли на территории Европы, они действуют на территории Ассоциации. Ну да, они давно это собирают. Еще как только Украина запросилась в Евросоюз, они уже начали собирать. Потому что даже если бы она просто вошла, присоединилась, вот как в Прибалтике, да, то все равно бы они все, как говорится, позабирали. А вот смотри, какой еще интересный нюанс. С другой стороны, да, вот предположим, ну понятно, что мы не собираемся оккупировать эту территорию, потому что она уже такая деградирующая. Но, если запустить на эту территорию поляков, румын и венгров, у которых это единственный шанс увеличить свою территорию, ну и никогда в истории он больше не появится, и для них даже впереди вот этого серьезного экономического кошмара, который будет, вот этого, знаешь, то, что они увеличили свою территорию, ведь территория больше не... они как-то будут оправдать, оправдать. Да, они могут оправдать, что вы знаете, да, мы, конечно, очень сильно там потеряли там в экономике, еще в чем, но мы вот сделали исторический шанс, мы его реализовали. Но тогда в этой ситуации, если на территорию больше Украины зайдут Польша, Румыния и Венгрия, то тогда раздел Украины будет одобрен Евросоюзом. Понимаешь, он как бы легенетизирует вот этот вот весь процесс. Тоже вариант, ну, это так, просто рассуждение о словах. Нужно ли нам, это не нужно, но опять надо смотреть, исходя из того, как дальше будет. То есть, они зашли, через два года вся Европа развалилась на какие-то еще дополнительные сегменты, которые бегают друг другом граблями в бою. Хрен его, может быть, в первом приближении это как бы не очень хорошая ситуация, а с горизонтом 5-10 лет получится, что все равно вся Европа будет расчленена на количество каких-то мелких междоусобных государств, которые будут пытаться каким-то образом жить в хрен. И нам все это смотреть. Нам что радует, что у нас все-таки наш президент, он же дядя Вова со всем уважением, ну, опытный, наверное, самый опытный политик сейчас на планете. И нам в этом, конечно, поперло. Так, ну, вроде, смотри, мы с тобой как-то сегодня уложились покороче. Да, просто у нас оказывается, видишь, в ВКонтакте записи не рвется, не ломается. Да, слушай, нормально. А ты потом будешь в YouTube выкладывать? Да? Да, ну да, на то, что, то есть можно, да, через, слушай, это лучше, чем YouTube даже сейчас, ну, отвечаем на Discord. да, да. Так, и, как всегда, ответы на, от комментариев. Слушай, у нас вот Роман Кузьмин, ну, молодец, он все время пишет, так хорошо. Роман Кузьмин, много. Вот если бы, ну, он, кстати, может писать на Афтошоп, там вот любят вот такие вот, тем более он в Фермании пишет, да, народ любит, когда люди с полей приносят какую-то информацию. Ну, в основном, вот он здесь написал, что все, то есть я нагнетаю, что все в ЕС будет хорошо, значит, доллар по-прежнему крепок, ничего ему не угрожает. Ну, в чем мы можем? Мое мнение, что все очень грустно для Европы, для Америки. Его, что ничего не угрожает. Я думаю, что через год мы встретимся и вспомним, кто был прав. Потому что, если, вот даже мы с тобой год назад говорили о том, что в Европе все очень сложно, 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 это год назад, когда у них, правда, еще было все хорошо. И тогда у них даже еще энергетического кризиса этого не было, и ценника не было. Я тогда уже говорил, что все будет задницей, задницей. два года назад, где я учила людей мыть руки. Знаешь? Это что? Да. И вот я говорю, знаешь, я так перепостила эту запись два года, я говорю, вот какие у нас были проблемы два года назад. Мы боялись умереть от грязных рук. Кто бы сказал, да, сейчас, что это должен давать. Тогда это казалось беда-беда, это как важно было, это же все умрем, руки мыть, матерь Боже, а маски носить, понимаешь? А слушай, кстати, я там в прошлый раз сказал, что я там был, ну, офицеры, они все были коммунистами, и что я потом, соответственно, был оппозиционером и так далее, там, ну, мне кто-то написал, что вот, бросил, из-за таких коммунистов у нас там все рухнул. Да нет, я там был коммунистами, я, как раз, еще кого, в 82-м или 83-м году стал коммунистом, нормально был, нормально, но потом, когда уже в 90-м подошли, уже от той коммунистической идеи, которую, знаешь, нам рассказывали, то, что было в реальности, уже нельзя. К сожалению, коммунисты, вот эти были, как номенклатура коммунистическая, да, она к 90-му году, она превратилась в новую буржуазию. Да, и у нас опять, как бы, пришло пролетариат, буржуазия, опять все это разделило, понеслась, уже контрреволюция, потому что, вот, мое ощущение, что 90-е, это контрреволюция. Ну, в принципе, да, потому что там уже, нет, может быть, на низовом уровне коммунисты были настоящие, там, честные люди. Я помню, что у меня мать рассказывала, мы жили в военном гарнизоне, ну, на 60-е года, когда я там был совсем маленький, и вот, они приехали с отцом, молодая семья, маленький ребенок, и они приехали в гарнизон. Так вот, замполит, который прошел войну, вот, он поселил их у себя в комнатной квартире, а у них была там двухкомнатная квартирка, а это был гарнизон, знаешь, там, в Бибинях, там, рядом на границе с Норвением, в Лавастаре, кто знает. Вот, и у него там было две комнаты, у них было трое детей, он с женой, и вот семью, там, жили что-то месяц, пока квартиру там не освободили, ну, не переехали. Ну, как переехали, не квартиры, переехали в коммуналку, на комнату. То есть, и мать говорила, что вот он был коммунистом настоящий, он был такой. То есть, знаешь, это как-то... Я просто помню свою мать, да, она у меня была делегат всех возможных сверху. Ну, вот, на секундочку, секретарь предкома управления торговли довольно крупного города. Ты понимаешь, что это такое, да, на пяти времена управления торговли, секретарь предкома. То есть, в принципе, это золотая должность. Так вот, у меня отец сильно заболел, знаешь, ну, как бы ей нужны были деньги. Так вот, у моей матери, да, у нее не было даже вот запаса как такового. Ну, у нас не было запаса. Да, мы жили, ну, может быть, немножко лучше, чем все остальные, поскольку, да, мы имели доступ там к каким-то дефицитам и прочим. Но, когда батя заболел серьезно, вот нужны были прям деньги, она у секретарша, у водителя, у своего, отдал же его деньги. Ну, понимаешь, вот такие коммунисты были. А потом, конечно, уже вот это все, оно деградировало, очень сильно. И поэтому, когда там, я уходил уже оттуда, я уже уходил от других коммунистов, которых я видел, знаешь, которые там, когда моя мать, вот, опять же, они брали там в очереди, продавали. Был начальник этого управления торговли у нас, подвал Николай Маркович. Ну, это, как ты говоришь, юридический национальный. Мужик был действительно классный, знаешь, он такой вот деловой, ну, знаешь, деловой, именно для торговли он был деловой такой, знаешь, он все, я не говорю, что он там ничего не имел, может быть, он что-то имел, но имели, все имел, бюджет имел, у нас очень хорошее было насыщение магазинов в Молдавии, да, потому что даже многие удивлялись, приезжали, говорят, нифига себе у вас в магазинах, вам такое, ну, короче, не важно. И вот у нас пошла политика национальной кадры. Его проводили на пенсию, да, вот, и поставили национальный кадр, это директ, ну, короче, начальник управления торговли. И моя мама, после месяца работы с ним, говорит, Таня, его посадят и меня рядом с ним. Ну, то есть, понимаешь, она просто была в шоке, вот, от того, насколько этот начал вот сразу хапать, понимаешь, сразу становиться. И действительно, через 3-5 лет, да, вот, когда все это развалилось, разрушилось, все, он стал у нас довольно быстро буржуазей, вот так. Ну, к сожалению, так оно и было. Ладно, поэтому я ушел от других коммунистов, не от тех, к которым пришел. Вот, потом дальше у нас Дима Зетт, он пишет, там, можно, может запустить Польшу в Западную Украину, там, Румунию, Венгрию. Ну, вот мы все это обсудили. Это тоже, кстати, вариант, потому что в этой ситуации получается, что Евросоюз получает, становится соучастником. Вот, так как они ребята бедные и жадные, то для них это может быть основанием для того, чтобы, ну, как бы тормознуть эту войну и закончить. Потом дальше он тоже пишет, запрет взыскания рублей из СНГ. Ну, это, в общем, валютные вещи. Тоже, может быть, вариант сделать внутренний инвалютный рубль, который будет ходить в СНГ. Но это, в общем, такой же высший пилотаж, там надо настолько много всего знать, что я, в общем, некомпетентный в этом. Ну, и потом у нас Алексей Богданов, значит, по поводу этой военной тактики, что наши растянули, ну, я уже растянули вот эту нашу операцию, военную операцию, что она такая, там, в общем, грамотно была сделана. Я говорил, что я считаю, что это вообще чистая суворовщина. То есть огромное, то есть маленьким количеством людей решить огромное количество задач, и причем при полномасштабном противодействии и может считать силу Запада, потому что, в принципе, с той стороны стоит. Да, вы сейчас воюете с коллективным Западом, не с Украиной. Практически мы воюем с НАТО. По их стандартам, причем этот Кананыхин очень интересно сказал, что говорит, да, там наблюдали, или кто-то еще не помнит, о том, что, например, информация со спутника, который висит над полем боя, американским, проходит практически мгновенно до всех тактических компьютеров, тактических планшетов, которые находятся на поле боя. И то есть там было вплоть до того, что вылетает вертолет на уничтожение какой-то группы, группы, и группа сразу, вертолет еще хрен знает, где за горизонтом, группа сразу рассеивается, и ее невозможно понять. Только он уходит, сразу группа возникает, и опять идет уже куда-то, пытается сделать какой-то марш. Понимаешь? То есть настолько насыщение информационное очень сильное со стороны Запада, вообще можно считать, что сейчас руководство всей войны, операций идет не из Украины. Они вообще не владеют тем, что там происходит. Это все идет, уже штат находится за пределами Украины. Что с другой стороны дает нам право его уничтожить? Потому что он является точно таким же боевым подразделением Украины в этот момент. А то, что он находится за пределами, это никого не оправдывает. Приняли решение ловить дынь. Ну как-то так. Ну в общем, все, что точно впереди, и народ вот понемножку-понемножку начинает обсуждать к тому, что можем прийти к Третьей мировой полномасштабной. Вот так вот. Это страшно. Ну, с другой стороны, Британия подставляет со страшной силой. То есть о том, что мы говорили, что Карфаген должен быть разрушен, сейчас об этом говорят уже все, что поганый остров уже всех достал, что его можно застеклить. Но это уже, знаешь, уже, я не знаю, пять или шесть военных аналитиков говорили, что только уничтожение, ну там, скажем, выведение из строя в этой территории позволит очень сильно изменить расклад сил и тем самым затормозить вот это вот агрессивное ведение самой этой операции. При всем том, что как раз если британцев вывести из темы, то с американцами мы поделим эту территорию, они заберут то, что им нужно, мы, соответственно, ставим то, что нам нужно и дальше можем как. Потому что британцы здесь получаются как пятое колесо утиления. Это уже обсуждается. И обсуждается, что может быть самый дешевый выход из ситуации для Америки, для нас, чтобы не доводить до Третьей мировой, это долбануть англичан и поделить их, и на этом все закончится. Вот такие вот уже мысли ходят. Поэтому Карфаген должен быть разрушен, и мы давно говорим, и народ сейчас, я смотрю, тоже к этому приходит. И звезду мы с тобой видим, потому что ее реально сейчас уже лучше видно, чем еще буквально, я не знаю, месяца два-три назад все было в тумане, все было, знаешь, на опередине, на горизонте событий. Сейчас уже понятно, куда идем, сейчас уже понятно, как развивается военная операция, понятно, что мы в данной ситуации никуда не отступаем, то, что мы делаем, это определенная ротация войск. Все свои вопросы, которые нам надо было решить оперативно, мы решили. Что можно, мы уничтожили. Ошибки будут, конечно, будут. Будут ли какие-то там неожиданности, и они тоже будут, потому что против нас тоже не мальчики с этими сопливыми стоят, нормальные, полномасштабные живодеры, со своей политикой. Это даже не афганский талибан, шлюпанцы. Да нет, ты что? Кстати, сказал там, что они для нас Афганистан сделают. Нет, не сделают Афганистан. Афганистан, то есть, Афганистан, если поставить свою задачу уничтожить Афганистан, его можно было многократно уничтожить. Там, бактериологическое оружие, там, много чего можно было сделать. Его не уничтожали. А Афганистан был выгоден целому ряду стран. В данной ситуации, для того, чтобы сделать из этого полномасштабное партизанское такое, знаешь, агломерацию, здесь нужно вложить такие сумасшедшие деньги, которых у многих уже нет. Это раз, во-вторых, надо, чтобы психофизика этого населения была такая же. А там психофизика сейчас, она очень сильно меняется. Те, кто попал под раздачу у нациков, они их тоже не сильно любят. Те, кто попал под раздачу у нас, он нас тоже не любит. Но, хватит ли у него мужества против серьезной машины напичканной, я не знаю, инфракрасными всякими датчиками, минными полями и всем остальным бегать по полям и весям, зимой тем более. Под вопросом. Афганцы, они, понимаешь, они все-таки такие люди достаточно, как бы сказать, не привыкшие еще к хорошей жизни, они готовы довольствоваться малым, они готовы выжить там где-то в горах. А основная масса украинцев, она не такая. Те, которые побежали в Европу, там вообще все конформисты. Так что для того, чтобы иметь полномасштабное партизанское движение, в это надо вкладывать сумасшедшие деньги, надо иметь специфическую психофизику населения. Как говорили, сколько вкладывали в Афган, там 4 миллиона каких-то в день. Ну, короче, это цифра была сумасшедшая, да. Да, там серьезные деньги были вложены. Так что я не думаю, что будет Афган, но мое ощущение, что все-таки где-то мы рядом уже на переломе следующего события. То есть, либо мы переходим, либо поляки вписываются, и начинается такой, знаешь, серьезный замес. Но у поляков есть проблема. Либо мы их запускаем, они вместе с нами делят все, ну, за какие-то определенные обязательства. Либо они вписываются. Ну, я не знаю, дядя Вова вообще со всем уважением уже сказал, что кто влезет, тот получит. А так он говорит всегда правду, то, скорее всего, если поляки впишутся, то, возможно, они агребут уже так по-серьезному. Может, поэтому мы сейчас и не даем им возможность увидеть, как они агребут. У меня даже другое есть предположение, что мы сейчас их заманиваем. Понимаешь? Вот для того, чтобы НАТО долбануть и просто сбросить, для этого они должны рыпнуться. А для того, чтобы они рыпнутся, они должны быть уверены, что все будет хорошо, они победят. И поэтому, если они напугаются, они не пойдут. А если у них появится возможность, что они сейчас добьются своей исторической, знаешь, миссии, то их нельзя пугать в этот момент. Они должны почувствовать, что вот-вот-вот сейчас мы все переломим. то есть здесь может быть много пластов логики и истинно доступна там единицам нашей страны. Самое главное, что я поняла, что ты сказал, ребята, кто живет на Украине, текайте. Где бы вы ни жили, вот текайте лучше. Вопрос, куда? Да куда? Хоть куда? Хоть куда? Вообще текайте. Слушай, слушай, ну вот смотри, народ побежал, да, побежал из Харькова, побежал в Киев. Или побежал из, не знаю, Мариупола, побежал в Днепр. А через некоторое время, то есть он с одной войны убежал, убежал на следующую. Здесь если бежать, то надо либо в Россию, либо сразу в Европу. Так, а я же говорю, текайте с Украины, не то, что из города в город, с Украины текайте. Потому что иначе с одной войны на другую и так целый год и будешь бегать под бомбежками. Так что вот так вот. Есть, в общем, ты знаешь, подозрение, что то, что мы не показываем все свое вооружение, не только наша подготовка к какому-то большому конфликту, но это еще и замануха. Потому что, если Польша впишется, то дальше можно уже там долбать страшно, если вы все. Впишется все. Ладно. Ладно. На такой позитивной ночь. Да, нет, ну что, мы с тобой просто цифру гоняем. Мы же на кухне сидим. На кухне, на это дело, что так не наговорили друг другу? Мы исключительно фантазируем. Это для Ютуба. Мы исключительно фантазируем. Мы с Алексеем пишем фантастический рассказ по текущим событиям. Да, мы всякие неправдоподобные версии пытаемся посмотреть. Насколько они неправдоподобны? Вдруг они вообще неправдоподобны? Да. А, еще что я хочу обратиться к подписчикам, значит, что я решила все-таки. Контакт. Вот контакт. Идем туда. Хороший инструмент, хорошая крутилка. Вот это, в смысле, в видео, да, все. Я не знаю, когда, но может быть на следующей неделе, а может быть через неделю. Я лично проведу стрим, сама попробую это сделать в ВКонтакте. Поэтому я даю ссылку. Ну, на Дзен тоже, понятно, там все это, потому что пока эти три ресурса будут параллельно. Но подписывайтесь на мою, не на меня, не в друзья меня добавляйте, а есть у меня там на моей странице, есть закрепленное сообщение, называется, проходите в группу. Вот я создала группу, и вот туда подписывайтесь именно в группу, потому что все стримы, все-все-все будет именно в группе, не на моей странице. Потому что в группе немножко другие инструменты, да, которыми я буду пользоваться. Вот. Ну, и там со временем, конечно, вот именно эту группу надо будет развивать. Все, кто подписан на меня, кто у меня в друзьях, переходите, подписывайтесь. Ну, там уже почти половина людей как бы туда подписалась, но еще вот надо, чтобы туда люди пошли. Вот. Я проведу, во-первых, стрим, ну, то есть будет прямой эфир, вот со мной. Потом я проведу стрим пробный с кем-нибудь еще. Ну, я не знаю, может, девчонок позову, может, еще кого-то, да. Потому что пока я в рулетку ходить не хочу, ребят. Я попробую, я несколько раз пробовала туда заходить, но там неадекватные. Вот украинцы, они абсолютно неадекватные, да. Это что там творится, это просто трэш. Мне, во-первых, самой нервов не хватает, да, во-вторых, вам это нафиг надо. Вот. Если там что-то будет интересное в рулетке, я вот пару раз туда заходила, один раз даже пожалела, что не записала, потому что один украинец мне рассказывал, как он ненавидит молдаван. Вот я думаю, о, для наших молдавских волонтеров особенно было бы, ох, какой запад. Потом думаю, зачем я буду лить в воду на эту мельницу? Слушай, это все-таки негатив. Ты так уже дурдом, знаешь. Несчастный человек, больно. Не надо. Слушай, ну ладно. Подставлять со всех и ну нафиг. Слушай, я тебя перебью, но YouTube надо все равно выкладывать. Почему? Потому что на смарт-телевизор, на смарт-телевизор ВКонтакте неудобно смотреть. В основном все, кто смотрит смарт, они все смотрят YouTube. YouTube будет обязательно, но не стримы. Стримить я на YouTube. Нет, стримы, да. Только ВКонтакте. А уже на YouTube я буду выкладывать то, что, как говорится, просто ролики, там какие-то наездки, может, со стримовывать. В общем, да, и мы потом как-нибудь, мы с Алексеем уже даже договорились на эту тему. Мы как-то скрутим это дело и попробуем тоже сделать стрим именно в прямом эфире с Алексеем, чтобы вы задавали вопросы. Ну, а это все будет ВКонтакте. Вы будете задавать вопросы, Алексей будет их читать. Ну, и я тоже, естественно, ну, как-то вот, наверное, сделаем именно прямой эфир. Не как мы обычно пишем, а потом выкладываем, да, а именно прямой эфир, чтобы была вот прямая связь, потому что очень многие... Таня, спроси это, Таня, спроси это. Я говорю, извините, ребята, это вот время, которое отводится Алексею, это исключительно его время. Я тут для красоты. Как бы, что на какие темы он сам хочет говорить, на такие говорит. Вы пишете вопросы, на какие он хочет отвечать, на такие отвечает. Вы поймите, что это не... Мы не какие-то вот аналитики, да, которые обязаны прямо отвечать на все вопросы. Мы говорим только то, что мы хотим говорить, что мы знаем, в чем мы там шарим, да, или как-то мы чувствуем по-своему, или еще что. Ну, а прямой эфир уже будете задавать ему там какие-то хотите вопросы. Слушайте, ну, здесь надо еще все-таки понимать, что есть люди, которые могут сразу очень быстро реагировать, знаешь, то есть, у кого-то сразу мозг срабатывает. И тем более, у тебя, ребят, которые, знаешь, находятся все время вот в этой вот диалоге, они очень быстро, у них уже есть схема. Я-то не являюсь аналитиком таким, знаешь, дискуссионным, а вот поэтому, нет, мы, конечно, стрим проведем, но не факт, что это будет прям, да, ну, попробуем, вот. Я не штатный аналитик, я все это делаю чисто для себя, я в свободное от работы время, как и ты. То есть у нас такая вот кухня. Можем друг другу задать вопрос, но не факт, что тот ответ, который вы получите, он будет очень хороший, ну, то есть он будет хорошо продуманный. Почему? Потому что иногда надо с какой-то мыслью переспать один, два, три раза, вот, и потом только появляется какая-то хорошая такая идея, потому что иногда просто даже смотришь чьи-то стримы, вот кто-то сказал, он даже, может быть, ничего не понял, он просто наметил логику. Ты думаешь, блин, да точно, раз, 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 и у тебя появляется какая-то другая мысль, и для кого-то она тоже будет интересна. Вот, ну, так что я не гарантирую, что стрим будет прям такой, что совсем... Ну, это будет новое, мы попробуем. Да, да, нет, нет. И нет, перейдем обратно в тот формат, который, как говорится, у нас есть. Вот. Ну, что-то зависло. Вернулось? А, все, вернулось, да. Я накаркала, говорю, ой, так прям хорошо не зависать. Ну, все-таки подвисок, мол, как-то. Почти уложились. Ну, второй пишет, что слишком долго говорим. Не, а мне, наоборот, пишут, что мало. Да, ну, ладно, как получится, так получится. Как карта легла, так мы ее и открыли. Да, хорошо, Алексей. Все, счастливо. Давай, счастливо. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok